Спонсоры. Я готова еще раз делать очень хороший статус для такого признания. Если ты здесь новый человек, поблагодари себе, поблагодари Всевышнего, что это бизнес, действительно очень хороший бизнес. У меня жизнь разделилась на две части. До Forever, потом после Forever. До Forever, конечно, очень тяжело мне рассказать эту историю, но сейчас я вам расскажу, потому что мне тяжело, но все равно я вам расскажу, чтобы вам, чтобы быть примером. Первые мысли ко мне пришли, что я, как я буду кормить своих детей и где я буду жить. Мне нигде было жить. Не хотела на зарплату работать, потому что я в то время знала, что на зарплату не смогу кормить своих детей и не смогу обеспечивать их будущее тоже. Поэтому я сразу... Но у меня ни копейки не было, ни квартиры, ни машины, ни деньги, ничего нету. Поэтому я это вычеркнула, традиционный бизнес. Я продала свою швейную машинку, как вы увидели в видеоролике, да? Я жила на пособиях. Пособия в месяц государство мне отдала. 5 500 сомов, это в тенгах 25 тысяч тенге. И на эти деньги я разделила на 30 дней. И в день тратила только эти части, и все. В то время, до сих пор я помню, свет выключили, все дети уснули. Она мне говорит, Мирим, ты не спишь? Я говорю, нет, давай вставай, пишем планы, расскажи мне про свою мечту. Мы до утра рассказали свою мечту, она мне рассказала свою историю. Мне очень хотелось стать успешным в то время. А таксист мне сказал 200 сомов. Я говорю, у меня 150 сомов, давайте за 150 сомов. Мы торговались, и Омарова Айман говорит, хватит уже торговаться, я буду заплатить. То, что я пишу туда бумажку свою, 90% я уже получила. Теперь у меня новые цели. В 2023 году я хочу удвоить свой бизнес. Сомовы, старики, света же, обнову я вам вверх! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иди! 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 Такое признание. Спасибо вам. Добрый день, фореверцы. Я Ахмулдаева Мерима Нарбековна. Мне 40 лет. Я мама четверых детей. В этом бизнесе я уже три года. Я очень благодарна Всевышнему, что попала именно сюда, в этот бизнес. Если ты здесь новый человек, поблагодари себе, поблагодари Всевышнего, то, что это бизнес, действительно, очень хороший бизнес. Я три года назад, я тоже, как и вы, тоже попала сюда и приняла решение, правильное решение приняла. Примите правильное решение, самое главное. Как только пришла форевер, у меня жизнь разделилась на две части. До форевера, потом после форевера. До форевера, конечно, очень тяжело мне рассказать эту историю. Но сейчас я вам расскажу, потому что мне тяжело, но все равно я вам расскажу, чтобы быть примером. Я до форевера жила в России 10 лет. Мы жили вместе с семьей, с детьми. Там все время мы работали, работали. В активном поиске жизни мы поехали в Россию, хотели покупать квартиру. Но несмотря на то, что мы все время работали, зарабатывали деньги, но мы не смогли копить деньги. Не смогли никак, потому что не знаю, почему, но все время то деньги, которые мы получали, ушли на квартиру, на квартплату, на проживание, на еду. То есть вот таким образом 10 лет мы жили в России. И уже дети растут с каждым днем. Я уже думаю, что делать, как делать. Надо по-другому, надо начать эту работу. Но все время мы искали в поиске заработка денег. Но в один момент в свою жизнь я получила очень такой удар. У меня сейчас волнение очень такое тяжелое, поэтому я вам как смогла передам, конечно. В тот день я помню до сих пор. Я провожала своего мужа на работу. Потом он мне через час звонит, говорит мне плохо. Я говорю, приходи домой. Мы вызвали скорую. Они ставили укол, потом второй раз вызвали скорую, потом они ставили укол, пять-шесть раз вызвали скорую. В конце они сказали, что ваш муж погиб. Он получил инфаркт. Мне вот тогда, у меня на руках был ребенок маленький годик. Мне было очень тяжело. Словами не могу передать, конечно. Но в то время я поняла, что эта жизнь временна. Действительно, эта жизнь временна. Надо заботиться о здоровье, оказывается. Я до этого вообще не поняла. Я все время работала. Мы работали и здоровье оставили на второй ряд. И он получил инфаркт. Его нету. Я вернулась на родину. Одна, четверо детей у меня. Первые мысли ко мне пришли, что я буду кормить своих детей. И где я буду жить. Мне негде было жить. И мама мне звонит, говорит, давай снимаем одну квартиру. Спасибо. Давай снимаем квартиру. И ты же молодая еще. Ты зарабатываешь деньги. Детей оставь мне. Я просмотрю за твоими детьми. И я не хотела на зарплату работать. Потому что я в то время знала, что на зарплату не смогу кормить своих детей. И не смогу обеспечивать их будущее тоже. Поэтому я сразу приняла решение заниматься бизнесом. Но почему сетевой бизнес? Почему не традиционный бизнес? Потому что на традиционный бизнес уходят очень многие деньги. Вы же понимаете. Туда вложится очень многие деньги. Но у меня ни копейки не было, ни квартиры, ни машины, ни деньги, ничего нет. Поэтому я это вычеркнула. Традиционный бизнес. Я очень благодарю Кадырову, Совету и Турганову, Зарину. Потому что их история, их результаты для меня был толчок. Я помню, когда я жила в России, в Красноярске, они мне позвали и сказали, что есть такой бизнес с минимальными деньгами. ты можешь стать очень успешными. Я сразу вспомнила эти семейные пары и через соцсетях искала их. Через одноклассников я написала на Зарине Дже, говорю, я в Кыргызстане, в Аше. Я хочу строить этот бизнес. Прошло 4 года после этого. Она мне говорит, хорошо, я сейчас нахожусь в Таиланде, я тебе отправлю одного лидера и поговори с ней. Это была Тухсунбаева Элиза и Тухсунбаев Нурлан. Я вас очень люблю, благодарю, безумно люблю вас. Элиза для меня это, она все, она научила меня читать маркетинг, она все-все-все научила. Поэтому, Элизочка, я тебя люблю очень и благодарна. В тот день Элиза ко мне приходит и говорит, если хочешь этот бизнес строить, тебе надо подключиться и надо коробку покупать. Эта коробка стоила около 400 долларов. Если ты хочешь успеха, большого, да, все равно ты найдешь выход, оказывается. В то время у меня не было ни 400 долларов, ни 4 даже копейки не было, но все равно я искала выход и нашла. Я продала свою сережку золотую, я продала свою швейную машинку, как вы увидели в видеоролике, да, и отдала Элизе. Элиза, я хочу стать очень успешным, я все, что ты покажешь, я это сделаю, я повторю. И она говорит, хорошо, давай. Таким образом я стала ассистент-супервайзером. Я думала, мне будет очень легко этот бизнес строить. Нет, я тоже получила очень много отказа. Многие мне отказали, родственники, соседи, одноклассники, все друзья отказались от меня. Они не хотели строить вместе со мной этот бизнес. В то время, в то время, я Елизе говорю, «Элиза, я вот швейную машинку продала, я свою золотую сережку продала, то, что ты скажешь, я делаю каждый день, но никак не получается, у меня нет денег, потому что дома дети были голодные. Я жила на пособиях, пособие в месяц государство мне отдало, 5500 сомов, это в тенгах 25 тысяч тенге. И на эти деньги я разделила на 30 дней. И в день тратила только эти части, и все. И в то время я Елизе говорю, «Элиза, мне плохо с каждым днем, дети голодные, квартплату надо отдать, я вообще снимала самую дешевую квартиру, там тараканы бегали, и бизнес не получается». Я говорю, она говорит, «Хорошо, завтра поговорим. Следующий день она объявляет, что в наш город приезжает Умара Вайман. Я вам очень благодарна, Умара Вайман. В нужное время она была там, как раз. Она приходит в офис, вечером, днем мы читали маркетинг-план, вечером она говорит, я к тебе пойду домой. Я очень стеснялась, потому что квартира, голая квартира, там ничего не было, продукта не было. Я не смогла сказать, что у меня нет условия, но несмотря на это, я ради своего будущего, я согласилась. Мы на маршрутке поехали домой, и она зашла домой, она ничего не говорила, радостная такая, познакомилась с моими детьми, с мамой, и вечером мы уже, дети уснули. В то время, до сих пор я помню, свет выключили, все дети уснули, она мне говорит, Мерим, ты не спишь? Я говорю, нет. Давай вставай, пишем планы, расскажи мне про свою мечту. Мы до утра рассказали свою мечту, она мне рассказала свою историю. Мне очень хотелось стать успешным в то время. Уже до этого я, Елиза говорила, что, видимо, я не буду строить этот бизнес, очень тяжело с каждым в нем, а в то время я заново хотела стать успешным. И следующий день, каждый день, не переставая, читала маркетинг-план. Каждый день. Постоянство здесь играет очень важную роль. Читайте маркетинги, проводить домашние маркетинги, для меня это была привычка. Каждый день я читала маркетинг, каждый день проводила домашний маркетинг. Мне в этом помогли мои спонсоры. Потом Елиза мне говорит, надо езжать на семинар. Если ты хочешь стать успешным, езжай на семинар. Если хочешь большие цели, большие мечты, тогда езжай на семинар. Я спрашиваю, где это, когда будет. Она сказала, в Казахстане, в городе Астане. Туда деньги уходят где-то 200-250 долларов. Опять деньги. Я искала у всех, спросила в долг, одолжите мне деньги. Я поеду на семинар, я получу, чтобы получать знания, чтобы еще раз продвигать этот бизнес правильно. Потом приеду и отдам. Никто мне в долг не давал. Никто. И там были и мои партнеры. Они тоже согласились ехать. В данный момент это партнер у меня, менеджер Нармазаева Гульзада. И вместе с ней мы искали деньги каждый день и нашли подпроцент. Одна женщина дала нам подпроцент деньги. Мы взяли эти деньги и поехали в Астану. Там мы, Саша, в Бишкек приехали и не смогли купить билет, потому что денег не хватило. Мы туда в поезд зашли, как зайчик. Все, всю ночь, сутки где-то ездили. И мы стояли на ногах. Там было не место. Мы были там зайчиками. И все время только пили кипяток. Таким образом мы попали туда, в Астану, на семинар, на такой семинар большой. Там был бриллиантовый менеджер Каталина Гидофалби. Первый раз я увидела там бриллиантового менеджера. И в то месяц, до этого семинара, когда я ездила на поезде, я все время плакала. Как приеду, как мне надо отдать вот эти деньги процент. Хорошо я отдам, а как с партнером, потому что Гульзада тоже получила под процент деньги, она тоже вместе со мной. И я оставила своего маленького ребенка, кормяшего у мамы. Я все время плакала, думала, что я делаю, куда я еду. Потом, как только попала в такой зал, я все забыла. В тот же момент я все проблемы забыла, оставила позади. Я там, поэтому говорят все спонсоры, на семинаре только рождаются большие мечты. Не пропускайте ни один семинар, не пропускайте. Там я сразу хотела стать менеджером. Приехав с Астаны, я через три месяца, я стала менеджером. Поэтому езжайте на семинар, не пропускайте ни один семинар. Да, будет трудности, но вам помогает ваш наставник. У вас же рядом есть наставник. Он наставляет вас, поэтому не бойтесь. Страх, конечно, будет, но можно бороться эти дни. И когда я была на семинаре, на нас стали обратить внимание наши спонсоры. Поэтому езжайте на семинар, на вас обращают внимание спонсоры. Сюда к нам в Ож начали приехать Хадыров совет, Турганова Зарина, Умарова Айман, Умарова Майра. Когда я первый раз увидела Умарова Майру, я сразу хотела стать, как она. И она для меня кумир. Умарова Майра. Вам низкий полкон за ваш успех. Турганова Зарина, Кадыров совет часто приезжали на самолете. Часто. Мы были тогда очень маленькими. Команда не была, офиса нету. Потом они нам сказали, нам дарили мечту. Когда-то у вас будет офис, очень хороший офис. У вас тоже будет квартира. У вас тоже будут деньги. Я помню, я с Элизой даже кушать не смогли. Мы не обедали. Днем и ночью. Мы работали, но не обедали. Только мы кушали маленькие, ну, кусок пирожки, что-то такие. И все. Потом Кадыров совет приходит, Турганова Зарина, они дарили нам мечту. В итоге это было реально. В данный момент у нас в Аше очень хороший офис. У нас есть деньги, мы зарабатываем хорошие деньги, да. В данный момент у нас до Forever у меня не было квартиры. У меня была мечта купить квартиру, хотя бы одну комнатную квартиру. А Forever я уже имею квартиру. до Forever я помню одну историю. Омарова Айман приезжает к нам в город. Мы встретились в аэропорту и там на такси у нас не хватило денег 50 сомов. А таксист мне сказал 200 сомов. А я говорю у меня 150 сомов, давайте за 150 сомов. Мы торговались и Омарова Айман говорит хватит уже торговаться, я буду заплатить. И следующий день приходим в офис, Омарова Айман говорит у вас тоже будет машина, у вас тоже будут деньги. Точно так же сейчас в данный момент у меня машина, если Омарова Айман приезжает к нам в город, я сама встречу ее. В Форевере есть очень хорошие возможности, только терпение надо иметь. Я сюда написала сегодня свои доходы. В 2020 году я целый год зарабатывала 11 969 долларов. В 2021 году я зарабатывала 24 359 долларов. В 2022 году я зарабатывала 50 145 тысяч долларов. Представляете, какой результат. До Форевера я не имела ничто. У меня не было ничто. ни квартиры, ни машины, ни мечты, ни цели, ни здоровья, ни путешествия. Я не путешествовала никогда. Я даже не бывала у нас в Кыргазистане, в Истоколе, даже не бывала. Ни разу. А в прошлом году благодаря компании Форевер я выполнила квалификацию кыргазстанской ралли. Я там побывала вместе с детьми, вместе с мамой. бесплатная, потому что компания оплачивала. Оказывается, путешествовать это мощное. Путешествуйте. Я побывала в Турции несколько раз. Я была в Тунисе, в Африке. Там я встретила бриллиантового менеджера нано. Вот тогда, когда я увидела нано, после выступления нано, я сильно хотела стать сорингом. Поэтому после этого, после Туниса я стала сорингом. Рождаются мечты на семинаре только. Поэтому посещайте все семинары, не пропускайте ни один семинар. Путешествия. Путешествия это для меня все. Я готова все делать, чтобы ради путешествия в данный момент. Я выполнила бонус президента в этом году, чтобы маме подарить Бали. Я вместе с мамой едем на Бали. Мой первый партнер это моя мама. Мама моя остается в моих историях. Она после Туниса я вернулась в Кыргызстан говорю, я стану Сафиром теперь. Я на большом цене спонсором обещала стать Сафиром. Она мне говорит, сколько менеджеров тебе нужно, чтобы стать Сафиром. Я говорю, еще четыре. Вот давай тогда я стану твой один менеджер. Еще один менеджер. И я говорю, хорошо. Я начала делать активности. Ноябрь, декабрь сделала активность. в данный момент она ассистент менеджер. Дай бог, январь, февраль станет менеджером. я хочу сказать вам, у меня очень многие истории, конечно, я сейчас в данный момент от волнения, конечно, по порядку не смогла говорить, но у вас тоже есть такая история, как и я. Самое главное, не забывайте свою мечту, ставьте большие цели, очень большие цели, не бойтесь, никогда не бойтесь, потому что ваша мечта вас двигает вперед. Самое главное, вам надо написать вот эти цели, написать бумажкой. Я все время напишу, пишу, пишу свои цели, днем и ночью пишу, не переставая. Я помню, как Зарина Демник говорила, вам надо работать через онлайн, оффлайн уже, да, хорошо, но в онлайне очень быстро получается. Я это даже написала, я мечтала, потому что я не имела знания, я обычная домохозяйка. Я в онлайне тоже не смогла работать вначале, мне тоже было очень трудно, я все время написала, мне нужен лидер, я хочу зарабатывать хорошие деньги, я хочу получать от форевера очень хорошие бонусы, я все написала, даже одежды, признание, спонсорское внимание, все, все, я написала туда. Все, что вы пишете, 100% выполняется, потому что то, что я пишу туда бумажку свою, 90% я уже получила. Теперь у меня новые цели, в 2023 году я хочу удвоить свой бизнес, удвоить. У меня очень хорошая команда, мощная команда, здесь моих сидят около 130 человек, с Кыргызстана приехали. Несмотря на трудности, несмотря на погоду, они уже здесь, у некоторых маленькие дети, у некоторых дома дети, муж не разрешает, но все равно они здесь. Самое главное, вы здесь, вы победитель, ставьте цели, у вас тоже получится. Я, когда там сидела, первым очередем, я хотела стать менеджером, потом я хотела сидеть вот здесь. Когда я первый раз в Турции, сидела на первом ряду, я слышала, как Роза Умарова говорит с Тургановой Зариной, давай купим коттедж, Турганова Зарина с Кадыров советом хотят купить коттедж, оказывается, они планируют сколько квадратов, где покупать, и Умарова там дают консультацию. И мне тоже дайте консультацию, потому что я тоже хочу покупать коттедж. я ради этого, ради хорошей жизни, чтобы дать мечту своим детям, чтобы обеспечить их будущее, хорошее будущее, я готова сделать любую квалификацию forever. Поэтому всем желаю успехов, успехов, удачи, самое главное слушайте своего спонсора Элиза для меня она сделала все днем и ночью мы работали не переставая. Элиза, я тебе очень благодарна. Мы даже она была беременная, она для меня стала примером. Помните, Элиза закрыла менеджера, когда лежала в роддоме. Это для меня был очень большой толчок. Я говорю, если Элиза лежа в роддоме закрыла статус менеджера, а у меня же ребенка уже годик, я могу еще лучше сделать этот статус. Я так и мотивировала себя. В данный момент у меня менеджеры тоже, у них тоже очень хорошие истории. Они я очень уверенно могу сказать, когда-то они тоже закроют очень скоро статус хорошей соринга и расскажет вам свою историю. Я очень благодарна всем спонсорским линиям, я очень благодарна параллельным линиям. Меня мотивируют еще новые соринга артык паев мед мед пек борона валт най их история очень уникальная история. Они все время я на них смотрю, слушаю их историю, я беру пример у них. Действительно люди, действительно ребята здесь очень большие цели. Здесь если у вас есть очень большие цели, значит у вас тоже это получится. Если у вас есть дети, в зале есть родители, берегите себя, берегите своих детей, берегите родителей и у вас берегите здоровье, потому что у нас очень хороший продукт. До Forever у меня был вес 85 килограммов, я три месяца пила С-9 и Вайтл-5, вот в данный момент у меня килограмм 60-62. Пейте продукцию Forever, посещайте все семинары и у вас тоже это получится. Люблю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ